Своё добро на открытие школ к учебному году должны дать представители почти всех ведомств, в том числе и силовых. В пятницу днём лицеи 33 принимали сотрудники Росгвардии. Все вопросы у них к охранникам, проверяют лицензию, документацию, форму, личное удостоверение. Для каждого образовательного учреждения требуется организация внутриобъектово-пропускного режимов. Оно достигается в том числе с помощью технических средств охраны, того же самого видеонаблюдения. В организации физической охраны существуют определенные требования, которые должны быть. Если имеется охранное предприятие на объекте, то охранное предприятие должны соответствовать определенным требованиям, в том числе и его сотрудники. Обязательно наличие удостоверения частного охранника, проверки, пройденные, установленные суроки, форменная одежда, наличие личной карточки. Охранник в школе должен следить за порядком, лишних не пропускать, учеников до окончания учебного дня не выпускать. При возникновении ЧП нажимать на тревожную кнопку и вызывать Росгвардию. Конечно, сами помочь в экстренном случае охранники в школе не смогут. Права на оружие у них нет. В 33-м лицее периметр оборудован камерами видеонаблюдения. Это облегчает работу охраны. Дети у нас проходят по карточкам. У нас есть электронная проходная. Посетители, родители, посторонние у нас проходят только по предварительной записи в журнале посетителей. Предварительно согласовав свое посещение либо с администрацией, либо с учителями школы. Из школы дети выходят либо только после окончания уроков. У меня есть расписание, где я знаю, какой класс, во сколько уходит. Либо по справке из медкабинета. Причем справка из медкабинета, плюс еще записка разрешения на выход от дежурного администратора. Приемка школ к новому учебному году завершена. В нескольких учебных учреждениях областного центра сотрудники Росгвардии нашли замечания. Но их уже устранили. Учиться будет безопасно.